Запись. Прошу обратить ваше внимание, что мы уже 979 каких-то позиций ввели, то есть многие из них мы посмотрели, это большой объем информации. В сегодняшний день мы будем использовать партии и информацию, которую сообщил Лев. Большое спасибо, кстати. Но начать я бы хотел снова вернуться с вами к разбору партии Димы Фральянова с Магнусом Карлсен. Я не помню, что мы вчера смотрели и что происходило вот в этой партии. Во-первых, появились несколько подробностей. Оказывается, контроль времени был 10 минут плюс 2 секунды. То есть, в общем-то, для таких, как Магнус Карлсен, это просто бешеный контроль, то есть он может что угодно за это время сделать. А Дима по какой-то причине, неважно, опоздал к началу партии на полторы минуты. Вообще, давать фору Магнусу Карлсену полторы минуты, ну, это достаточно смелое решение. И еще раз быстро пробежимся до конца этой партии, и потом кое-что вам еще покажу, так называемую вишенку на торте, которая вот сделает все это просто логически важно. Я буду, для тех, кто не видел, и для тех, кто видел, пробегусь по критическим моментам. Первый из этих моментов заключался вот здесь, в отступлении слона на поле Д6. Это был первый момент. Во-первых, это интересная идея, когда черные играют слон Д6, для того, чтобы подготовить Е5, подрыв. И вот этот подрыв Е5, это одна из перспективных идей, как бороться черными против каталонского начала. Слон Ж2, короткая рокировка, короткая рокировка. И здесь Магнус Карлсен делает откровенный ход конь С6. Теперь становится совсем уж очевидным, что он подготавливает подрыв Е5. Но в чистом виде играть Е5 нельзя. Сначала нужно разменяться пешками ДЦ. Потому что если на любой ход белых, там, конь С3, пойти Е5 сразу, то с пешкой на Д5 размен будет в пользу белых. Ну, скорее всего, так надо перепроверить. Но интуиция подсказывает, что именно так и будет. И интуиция подсказывает, что черные вначале хотят съесть на С4. Вот как-то вот так вот. А уже потом провести удар по центру Е5. И поэтому Дима играет ферзь С2. И после взятия-взятия сыграно Е5. Здесь является второй критический момент, интересный учебный момент в этой партии. У белых был выбор. А выбор заключался в том, что они могут пойти Д5, конь Е7 и конь С3. И возникает какая-то интереснейшая позиция, сложная. Я думаю, что у белых здесь есть преимущество. Небольшое, но есть. Более того, у белых есть линия С. Возможно, слабая пешка С7. А возможно, это на С7 будет не пешка, а пешка пойдет на Д6. Будет слабое поле на С7, куда белые могут торгаться. Возможно, линию С белые будут использовать. И мне было очень интересно посмотреть, как Магнус Карлсон играл бы эту позицию здесь. То есть какой бы он план применял игры за черных. Очень жаль, что этого не случилось. Это был бы просто учебный момент. А Дима здесь принял решение в этой позиции разменяться. Пойти по пути упрощения. И после взятия ДЕ, Конь, Е5 массированных разменов. Здесь, естественно, что следует ход ФЕ7. Меняться на С3. Слон берет С3. Черным глупо. Белые выведут фигуры. А вот здесь после размена возникла вот такая позиция. Дима играет все по-нормальному. Ладья Д1. Слон Е6. Ферзь попал под темп. Ферзь Д4. И Магнус Карлсон сохраняет Ферзей после хода Ферзь Б5. И вот здесь следующий был критический момент в партии. Белые могли постараться захватить пространство ходом Б4. Пожалуй, это лучший ход в этой позиции. И он даже смотрится красиво. Если пойти Б4 вот в этой позиции. Чтобы потом пойти Б5, допустим. Оживить слона Ж2. И я думаю, что Б4 правильный ход. Хотя признаюсь в том, что до конца глубоко на компьютере я эту позицию не смотрел. Но вот по ощущениям ход Б4 правильный. Я бы, наверное, пошел Б4. Белые сделали другой ход. Они пошли Е4. На первый взгляд, этот ход кажется немножко сомнительно подозрительным. Перекрывается слон Ж2. Возникает вообще вопрос. А зачем играть Е4? И мы с вами предположили, что, скорее всего, белые хотят пойти Ф4, Е5, Ф5, Ф6. Скрыть короля черных. И поставить Магнусу Карлсону мат. То есть, скорее всего, задумка была именно такой. Если я правильно понимаю вот эту партию. Но, к сожалению, ход Е4 не нападает сразу. Он дает черным на один маленький момент шанс сделать какой-то сильный ход. И Магнус Карлсон, смотрите, как на ровном месте, вообще на ровном месте, получает перевес буквально там за 2-3 хода. Он делает простые ходы, ладя Д1. Ферзь Е3, ход назад. Конь Ж4, переводит коня на поле Е5. Вот здесь вы не поверите. Позиция уже в пользу черных. В качестве доказательства я могу включить, включить, подключить, значит, программу. Вот, пожалуйста, сотни просмотров. И вы здесь видите, что уже позиция в пользу черных. А если мы переместим мышкой на позицию после хода Д4, то здесь вверх чуточку капельку поприятно. То есть вот одно неосторожное движение, когда вы играете против величайшего шахматиста Магнуса Карлсона. Одно неосторожное движение. Чуть-чуть вы сбавляете темп, и вы получаете просто худшую позицию. Все. Видите, как это интересно. И не успели белые ходить ни Ф4, ни Е5, ни Ф5, Ф6 и так далее. Ничего этого не случилось. Опоздали белые. Забавно даже другое. Забавно другое. Ведь мы с вами неделю назад, или две недели назад, как раз вели дискуссию, беседу, на тему, что такое захват пространства, что такое ходы вперед. И как раз обсуждали игру Магнуса Карлса. И в эту дискуссию включился вот Дима. Кто же знал, что через две недели придется, собственно, играть с Карлсоном на примере, на чьем творчестве мы аргументировали в нашей дискуссии какие-то шахматные категории положения. Мне это кажется забавным и смешным. Ну так. Юмор специфический. Типа, кто что сказал, а потом, ну на, проверь. Проверяй свою теорию в реальной партии. Здорово, да, получилось? Карлсон вовремя попался. Здесь белые играют по пути дальнейших упрощений. Возможно, вот этот момент следующий, это ход G6, а черные делают форточку. И это вполне логичный ход, абсолютно логичный ход G6, учитывая, что у белых белопольное слон, черные делают ход вот этой пешкой, чтобы... Ну это в книжках, в учебниках пишут для начинающих. Если был бы чернопольный слон, то форточку надо делать H6. Ну и так далее, тому подобное. В общем-то, ничего сверх выдающегося, сверх особенностей здесь нет никаких. Удивительно другое, что этот ход, ход H6, был более лучший с точки зрения компьютера. И с точки зрения компьютера ход H6 дает перевес, а ход G6 почему-то перевес уменьшает. И это тот случай, ребята, который, простите меня, я не могу объяснить и понять. Ну не могу, простите, извините. Сдаюсь. Но компьютер, вот покажу, что меня шокировало. Шокировало следующее. Вот позиция. Если пойти H6, то оценка в пользу черных, причем существенная оценка. А если пойти, как пошел Магнус Карлсон, пойти G6, то позиция резко оценка падает. Я поэтому... Поэтому я вот не могу принять решение, почему ход G6. Отключаем снова машину. Здесь последовало H3, H5, король H2, ладья D1, ладья D1. И Магнус Карлсон сделал ход конь C4. Он идет исключительно вперед. Он идет исключительно вперед. Может быть... Да, вот я прочитал сообщение. Ну, в целом, да. Может быть, действительно, абсолютно правильно. Значит. Ну, давайте смотрим. И вот здесь Магнус Карлсон... Здесь Магнус Карлсон дает белым шикарный реальный шанс пойти ферзь D4 ферзем в центр. Жестко пойти ферзем в центр. Этот ход бросается в глаза. И если здесь конь B2, то после хода конь D5 вы можете сами посмотреть. У черных... У белых нет никаких проблем. И вот тут меня лично смутило то, что вот Магнус Карлсон дает шансы сопернику... дает шансы сопернику получить хорошую игру. И для Магнуса это проблема. Это проблема. Раз он допускает ошибку. Но последовало ферзь C2. И здесь Карлсон играет в стиле Карлсена. То есть вот сейчас смотрим. Здесь последовал ход H4. Съели же H. Ферзь E5 и ферзь F4. Он получил перевес. Отыграл пешку. И после хода конь D4 ферзь F6. Ферзь F6. Конь берет E6. Ферзь E6. И вот здесь лично я был абсолютно уверен, что позиция белых становится критической. По одной простой причине. Ферзь с конем здесь лучше, чем ферзь со слоном. Слон на G2 неудачный. Вот загибаем пальцы. Это первое. Второе. У белых больше слабостей. У них не только есть слабые пешки, которые надо будет защищать, но есть и поля. Ну, конечно, самое сладкое поле для коня особенно, это куда-нибудь залезть на F4. Ой, если бы конь сумел попасть на поле F4, то я думаю, что это проигранная позиция у белых. И конь может маневрировать по разным путям, но тут произошло вообще необъяснимое от слова совсем, вообще и никак. Я этого не могу объяснить, что произошло здесь с Магнусом Карлсиным. он здесь пошел конь B6. Почему не конь E5? Почему не конь D6? Я не знаю. И объяснить этого не могу. Поставить коня на B6, у которого теперь, собственно, конь обрезан, он не может никуда ходить. вырубить так собственного коня, но это ошибка уровня начинающего игрока, то есть который не понимает, что такое хороший конь, и что такое плохой ход. То есть в лучшем случае конь куда-то пойдет на D7, и только потом попадет на E5, допустим, или на F6, но это столько ходов. И Карлсон, он не играл так раньше. Это плохой ход, это слабый ход. Может, у него был план пойти конь D7, конь F6, конь H5, и конь F4? Совершенно верно, Злата. Я тоже так предполагаю, что Карлсон разглядел маневр коня, скорее всего, но это столько лишних ходов. И машина здесь очевидно показывает, что коня надо было оставлять в центре, хоть на D6, хоть на E5, как угодно, но только не на конь B6. И после конь B6 белый играет ферзь D2, конь D7, ферзь G5, и здесь Карлсон что-то его смутило, эта позиция, что-то он стал в ней сомневаться. Он не пошел ни кони F6, ни с идеей коня F5, потому что даже не попадешь пока на F4 так легко и просто. В общем, Карлсон здесь сделал ход ферзь E5, и этот ход не совсем точный ход. Он делает ход ферзь E5, секундочку, а что если Ша и после конь F8, после хода конь F8, ферзь A8, двойной удар. Чтобы от этого двойного удара защититься, надо как-то пойти там ферзь E1, и здесь надо с слонов один пойти, потому что после ферзь E2, чтобы пешка была на F2 защищена. И после ферзь B7 я не верю, что с ферзем на A2 и конем на F8 позиция у Карлсона хорошая. Я этого не верю. Тем более, есть выброс где-то слон C4, нападать по слабостям, слабая пешка на F7. Плюс эти пешки под прицелом, я сомневаюсь, что здесь черные претендуют на получение преимущества на перевес. И то есть ход ферзь E5 и вообще вот эта вся игра Карлсона, как он играет этот Эншпиль, я вообще засомневался. Это точно Карлсон, тот самый Карлсон, о котором мы восхищаемся последние лет, почти 20 лет. Это точно он. 19 лет уже им восторгается шахматный мир. То есть пока, ну, извините, но ошибается. И здесь белые допустили зевок. То есть у них была возможность пойти в F8 и все. Может, я ошибаюсь? Что, если я ошибаюсь? Можно я проверю на компьютере? Сейчас Данец, ферзь D8. Есть такой флот в общем-то в этой позиции. И все, и у белых хорошая позиция. Пожалуйста. То есть нет, это не мы ошибаемся. Это 16-й чемпион мира, я его все по привычке зову чемпионом. Ерундой это занимается. Видимо, действительно, когда ты меняешь преимущество двух слонов на преимущество двух королей, это сказывается на игре. Уровень-то ошибается. Но здесь белые зевнули. Они пошли аж 4, в общем-то, уже и цветнот подбирался, я это прекрасно понимаю. Не надо было давать фору Карлсону по времени полторы минуты подарочек. Аж 4, и это оказался зевок. Здесь сразу же автоматически побили-побили, и если бы белые успели пойти F4, и вытащить короля, у них вообще может быть перевес. Слон посильнее мог оказаться этого коня. Но проблема в другом. После конь C5, к сожалению, теряется пешка. Теряется пешка. И сделать ничего нельзя. Защиты от конь E6 E6 здесь нет. И вот так на 35 ходу белые проиграли пешку и ушли в эншпель без пешки. Как вы видите, нельзя играть F4 из-за вилки конь E6. И как вы видите, нельзя играть слон H3, потому что конь E4. А значит, пешка проигралась. Лет пять назад, если кому-то сказать, что Карлсон этот эншпель может не выиграть, как говорится, куром насмех подняли бы. И все-таки такое случается. Король E2, конь G5, F4, конь E6, король E3. Здесь Дмитрий грамотно расставляет пешки при белопольном слоне на черные поля. В общем-то, здорово, молодец. Черные играют конь C7, король D4. И вот этот эншпель в исполнении лучшего технаря, эншпелиста Магнуса Карлсона, ну, он выигран должен быть. И это должно произойти какое-то чудо, такой эншпель не выиграть. Тем более, если играет Магнус. А теперь смотрите, что происходит. Вот в такой позиции Карлсон дает шаг и, возможно, он думал, что после хода король D4, он думал, что может быть конь B3 вилка, но простите, король C3, конь A5, и здесь находился ход король B4. И куда бы ни ушел конь, теряется пешка на C6, и это ничейный эншпель. 100% это ничейный эншпель. сказал 100%, проверю. Да, видите, оказывается, может быть, я пока поспешил, я просто не думал, я то вот о чем подумал, я думаю, что если здесь уйти куда-нибудь конем, после слон берется C6, может быть, я думал, что 3-чейная должна быть позиция, а я был прав, вводите внимание, математически нечаянная позиция. То есть вот в базах H3 высвечивается полная нуля. А другое дело, что вот здесь жертва фигуры короля 5, и все равно это математически ничейная позиция. Значит, друзья мои, мы не ошиблись, это действительно ничья. По этой причине Магнус Карлсон недосчитал, ошибся. Слушайте, не слишком ли много мы говорим, что Карлсон ошибается. Он делает ход назад, конь E6, и после король E3 взятие-взятие вот в этой позиции белый допускает ошибку, играет король F3. Но только компьютерный ход слона H1 давал ничью. Но это неподъемно, поэтому этот момент упускаем. А после король F3 сработала идея у Карлсона напасть на пешку и теперь двигать свою ферзи. И вот она пришла на поле G3, и пожалуй, это критический последний, предпоследний критический момент в партии, когда белым надо решить, пойти королем эту пешку съедать или пойти королем сюда в надежде съесть вот эти пешки. И при этом слона отдать за пешку G. здесь есть общие правила, учебные правила, они звучат следующим образом, что обычно король идет со своими пешками, ну и действительно, если король F3, конь E5 и король G3, то эта позиция, она выиграна за черных. Видите, математически выигранная. Помните, это вам может здорово пригодиться. вот это вот знание, которое вы сейчас получаете. А затем смотрим после хода король D5, и это правильное решение, здесь Магнус Карлсон допустил обычную ошибку человеческого уровня, он пошел C4. Он не досчитал, не проверил, что если бы он пошел конь F4, на король C5, да, действительно, G2 плохой ход. После G2 слон G2, конь G2, король C6, белые успевают съесть пешку, и это ничья. Но даже мне в глаза здесь бросался ход король D7, вот в этой позиции, которой хочется проверить, что король успевает защитить пешку, и у белых будут сложности. Если уж прошу прощения, мне в глаза бросается такой момент, то что говорить о других шахмельных, о чемпионе мира, это он должен был увидеть. И здесь мы с вами считаем такой вариант король B5, король C7, конь H6, король B8, и о чудо Цук Цванг. в этой позиции, это позиция Цук Цванга. Причем настолько Цук Цванг у белых. Мы с вами даже здорово разбирали вчера, вот там и Гриш подключался, подключались ребята к обсуждению, что здесь нашли даже выигрыш, если был бы ход черных. Это ход был конь D3. А теперь смотрите, вот в этой позиции ход белых, и у белых ничего другого нет, кроме как пойти король B5. А теперь начинается вот это оттеснение король B7, и после хода король C5, ну король C4 совсем уж под король C6 выходим, а король C5 встает на заминированное поле. Поле это вот какое, G2 взял E6 шах, ну и конь G7. Пешка E8 поймана, и сейчас в этой позиции черные захотят съесть пешку. В общем, здесь математически мат в 28 ходов. Мат в 28 ходов. Вот такой момент. Вы знаете, Магнус Карлсон это не посчитал. Вот этот вот тот случай, когда Карлсон, понимаете, недосчитал. И я согласен, что это сложно посчитать. но были времена, когда я помню, я бы поверил, если бы Карлсон это высчитывал. И мне кажется, что он высчитывал еще более сложные вещи. А сейчас такое ощущение, что он недорабатывает. Ну, то есть он на глазок играет, но недорабатывает. и он он в этой позиции не сделал выигрывающий ход коня в 4. Хотя то, что я вам сейчас рассказываю, надо будет еще глубоко перепроверять. Возможно, я где-то ошибся. я не проверял, но пока нет времени. О, привет, Валерия. Да. Мы быстренько вот просматриваем партию, ты сегодня расскажешь, как ты сегодня одержал успех, победу, партию проанализируем. Так вот, мы просто вспоминаем повторение мать учения вот эту партию. И здесь Карлсон ошибся, он пошел С4. И после С4 король С4. Вот эта позиция ничейна. Абсолютно ничейная позиция. Дело в том, что со слоном справиться не получается. И вот в этой позиции Дмитрий установил, ну, скажем так, крепость. Магнус пытается выжать воду из камня. В ничейной позиции пытается отжать короля. Поставил коня на H4. Это все здорово. И выясняется, что даже вот в этой позиции после хода король G5 казалось бы, все, пойман слон на H1. Вот она, победа. Но, простите, какая-то победа. Вы что? Король F5 и на король H2, король G4 и все, ничья. Это ничья. Но здесь произошел тот момент, тот эпизод. Видимо, Дима уже вот здесь понял, что все, на доске стоит ничья, прорваться невозможно. и в это мгновение и Карлсон, тоже может быть, я не знаю. В общем, Карлсон сделал последний шаг конь E3. Здесь белые сделали ход, который, ну, как это сказать, я не знаю. Самый очевидный ход, которому тянется рука, это ход король F3. Этот ход проигрывает партию. Вот эта обидная ошибка на 80-м ходу, понятно, что нехватка времени, понятно, что Дмитрий дал еще и фору полторы минуты, полторы минуты дал фору, значит, опоздав на партию, давать фору Карлсону, молодец. И здесь после хода конь F5 выясняется, что слон-то проигрался. Сейчас слона срубят в следующем ходу. елки-палки. А если пойти склон G2, то конь H4 и все. Как обидно. Вы представляете, последним ходом. А если пойти король F4, то все это ничья. Вот вам освещивается математическая ничья. Вот и все. И была бы сыграна партия в ничью с Карлсом. Если подводить итог вот этой партии, Карлсон дает играть. Карлсон допускает ошибки, и вы их увидели. Карлсон уже становится все ближе и ближе к обычному человечеству. он оказывается таким же, как и все люди, любители шахматной игры. И ничем особо перестает выделяться своей какой-то силой из другого мира. Он совершает неточности, хотя делает все как обычно, но где-то не дорабатывает. И вот эта партия показала, что теперь Карлсон в общем-то сильнейший шахматист, но с ним бороться уже можно. Идет смена поколений. Вот такие вот ошибки он допускал. Все, что нужно, я вам рассказал. Вы можете это еще раз повторить. Ну, а теперь вишенка на торте, о которой я вам и хотел сообщить и рассказать. Вот здесь благодаря Льву мы вдруг нашли партию. Она игралась в двадцатом году. Слушай, Лев, ну это просто у тебя фантастическая память. Я просто восхищаюсь. Белыми играл Карлсон, черными Ян Непомнящий. Я покажу концовку, чтобы вы поняли, о чем собственно говоря идет речь. Возник тоже Эншпиль, Карлсон Непомнящий. И здесь быстро перейти. матом. Ну что, друзья, знакомая позиция. Карлсон уже играл такую партию, оказывается. И он также обыграл Непомнящий. Да? Смотрите, здесь произошло. Я тоже в общем-то ничем не отличается. Это ничейная позиция, но Непомнящий тоже не смог ее удержать. Еще интересный факт, что это был онлайн турнир Магнуса, это был Армагеддон. То есть при ниче Ян выходил в следующую стадию. Как-то так. Я еще посмотрел, где она была сыграна. Да, да. Видите, чудеса из чудес. Вот эта позиция далее совершенно верно. И он не смог каким-то непосредственным образом этот ход оказался решающей ошибкой. Смотрим сюда и и после как здесь еще пойти. Потому что если здесь пойти например король е7 конь а6 конь е7 то есть вот как Магнус Карлсон продемонстрировал что такие Эншпля которые математические лечения с практической точки зрения оказываются проигранными. так что Дима Фральянов вошел вот в эту компанию которая проиграла такой Эншпель Магнус Карлсон я думаю эта информация тоже вам пригодится но что касается если подводить итог самой партии Димы Фральянова это вот нашего мы вместе с вами занимаемся это ученик родственник то Дима сыграл ее на уровне вот это вот лучший комментарий он сыграл на уровне очень вполне достойно на уровне партии жалко что проиграл каково же удивление что оказывается такой Эншпель играл уже собственно говоря сам Магнус Карлсон вот это вот первое вступление на сегодняшнее занятие мы с вами посмотрели партию